Волейбольная команда Алтай Волейбольной команде Алтай Волейбольной команде Алтай возможности клуба и какие премиальные. Ну, что предусмотрено? Ну, контрактами мы не оговариваем это. Это просто было в личной беседе. Я попросил девочек, если мы хорошо выступим, мы найдем возможность немножко материально поддержать. Понял вас. Почему все-таки решились на ребренинг, по-моему, осенью 2017 года? Отказались от приставки АГПУ и перешли к приставке АГАУ? Да, мы второй сезон уже выступаем под крылом Алтайского грана университета. За что спасибо большое ректору. А у вас есть возможность? Ректору Николаю Анатольевичу Колпакова. Ну, так получилось, что не по нашей воле, так скажем, мы расстались с педагогическими университетами. Руководство не захотело продлять с нами соглашение. И мы вынуждены были искать другие условия. Нам помог АГАУ. Понял вас. И в этом сезоне вы пригласили нового главного тренера из Иркутска. Да, Андрей Бикетов. Он долго работал в Иркутске. Он работал с Ангарой один год, в лиге я выступал. Имеет большой опыт. И я думаю, что результат налицо. Но ему было, наверное, принципиально, скажем так, обыграть Иркутскую Ангару. Ну, я не думаю, что совсем уж принципиально. Но приятно. Ну, приятно, конечно. Это большой успех. Тренер работает только год. И такой для него, я считаю, для нас успех. Как отметили-то эти победы? Нет, особо у нас никаких банкетов не было. Мы сейчас команде дали небольшой отдых. Дни от 2-3 они отдохнут. И опять приступаем к тренировкам. От руководителей профессиональных клубов достаточно часто можно слышать фразу «не хватает денег». Вам на что не хватает средств? Я могу то же самое сказать. Нам не хватает денег. На что? На что? Да, на элементарный вид. Ну, как на что? Мы уже свыклись с этой ситуацией. Не то чтобы свыклись, мы выходим из положения. Каким-то образом. Где-то экономим. Где-то нам помогает дополнительно управление Алтайского края по спорту, молодежной политике, командировочные расходы. В общем, общими усилиями мы справляемся со сложной ситуацией. А давайте проговорим, сколько у вас бюджет? У нас в прошлом году бюджет 3 миллиона 340 тысяч был. В 2017 году. В 2018 году небольшая прибавка. Ну, совсем небольшая, я сейчас не помню точную цифру. Но вот какую позицию, в первую очередь, вам бы хотелось закрыть финансовую? До что вам реально не хватает? Ой, это сложно. Любую позицию возьми. Но мы, конечно, бы хотели больше уделять время проведению сборов. Нам, может быть, в межсезоне необходимо было бы съездить. А сборы вы проводите в Барнауле, никуда не выезжая? В этом году проводили в Павловске. Так. Нам очень понравилось. Да нет, просто нужно выехать иногда. Может быть, даже зимой провести такие восстановительные сборы. Девчонок немножко поддержать и подготовиться к новым соревнованиям. Михаил Владимирович, очень коротко, пожалуй, последний вопрос. В случае успеха в финале команда получит право на переход из Лиги Б в Лигу А. Вы готовы к такому развитию событий? Если честно, я лично об этом мечтал давно. Но на этот раз я считаю, что не то чтобы рано нам. Мы, конечно, были рады выходу в Лигу А. Но как это реально воплотить, я пока не знаю. Мы не знаем, это сложная, сильная команда в Европе. Поэтому посмотрим. Мечты должны сбываться. Мечты – это мечта, конечно. Спасибо. Надо стремиться. Спасибо, Михаил Владимирович. Побед вам в дальнейшем. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Наше время». До новых встреч. Пока.